Добрый день дорогие друзья, любители виноградари. Мы сейчас с вами находимся у куста, который я хотел перепривить. Это у нас Надежда Азос. Вот один куст я перепривил. Показал он там из четырех прививок три. Ну вроде удачные. Вот, черным-зеленым. А этот хотел перепривить, но к сожалению, вот здесь я обратил внимание, что на этом кусте вот зимой я обрезал. Вот, очень слабые, вот особенно на этом рукаве, очень слабые пошли, видите, зеленые вот эти ветви. Эти, это поросль. На этом чуть-чуть рукаве, на втором рукаве чуть-чуть получше. Ну тоже такие чахленькие, тоже такие, ну вот тут не привьешь. Довольно тонкие, тоньше карандаша. Несколько, там миллиметров, ну может быть три толщиной. Я подумал, думаю, да что ж такая, почему такая плохо развивающаяся, вот почему так плохо развивается этот куст. Вот, тот хорошо развелся, на который я прививал, там толстые такие, толщиной чуть ли не с палец пошли ростки после, зеленые, чтобы на них прививку сделать черным-зеленым. А здесь вот совсем слабо. И подкопал я, раскопал корень, думаю, ну наверное вот эта гадость, которая, да, сжирает виноградный куст изнутри. Но казалось, нет, здесь другая проблема, здесь такая проблематика у нас тоже. Вот, есть какие-то, я не знаю, тут землеройки, мыши или что, которые вот окольцовывают, прогрызают прямо вокруг или вот почти вокруг. Вот, на глубину винограда, вот штамбы, да, и вот там вот видите, вот палец заходит. Вот, ну, не знаю, видно будет, думаю, видно. Вот. Кто-то вот старается, это уже, конечно, не насекомое, это то ли мышь, то ли землеройка какая-то, что тут, я не знаю. И вот, вот с этой стороны, вот окольцевали, да, половина. Ну и, соответственно, вот эта сторона, вот этот, вот этот рукав, вот такие слабые, слабые ростки дал, на которые невозможно ничего не привить, не сделать какую-то прививку. Вот. Второе, вот второй вот этот рукав, там не окольцовано, не прогрызено с той стороны, вот только с этой стороны. И вот получается, что вот больше питательных веществ поступает, ну, тоже слабенько, конечно, но все-таки хоть более-менее как-то что-то да есть. И вы знаете, вот эта проблема тоже у нас существует, какой-то, я не знаю, зверек подгрызает, окольцовывает. У меня так погиб куст, пришлось выкорчевать куст Аркадия, большой, хорошо давал плоды. И просто смотрю, что-то один из двух кустов, как-то с весной тоже вот такие вот, такая слабая поросль пошла, не пойму, думаю, что же там такое. Подкопал корень, немножечко разгреб в возе корни, посмотрел, а там просто, знаете, вот по кругу все было. Вот так вот чуть ли не до середины ствола, не до середины штамба. Ну, не до середины, а там где-то тоже вот так миллиметр четыре, пять, может быть, больше. Вот прямо вот так вот окольцовано, обгрызено. Кто это делает? Не знаю, какое-то вот животное. И пришлось большой, хороший, хорошо плодоносящий куст выкопать. И там, знаете, как интересно, там Аркадия начала развивать этот куст мочковатые корни. Прямо мочалка такая была сверху вот этого надгрыза. Там земля была, там, ну, сухую траву бросал. Как бы решил, думаю, холмик сделаю, и вот она пустила-пустила сверху этого надгрыза, да, вот такую мочковатую корневую систему. Ну, что это мочковатая корневая система? Должна быть основная, вот, вот эти основные корни. Они, как бы, оказались внизу в зоне повреждения, и, ну, соответственно, пришлось куст этот Аркадий выкопать и выбросить. Ну, и этот куст, наверное, тоже пойдет под выкорчевку, не знаю, или, может быть, обрезать, как-то голову там попробовать что-то куста, сделать какую-то прививку. Но, скорее всего, ничего из этого уже хорошего не получится. Вот видите, какая взаимосвязь между повреждением коры, да, и самого штамба, вот там внизу. И, соответственно, вот такие чахлые, дохленькие росточки, вот там, где чуть-чуть получше, но тоже какой-то больнючий цвет неприятный. Вот, так что надо тоже бороться и с какими-то этими землеройками, с этими мышами. Зайцев тут нету, но есть свои какие-то вредители, которые не только кору обгрызают, но вот и придет штамбу винограда. Продолжение следует...